Наша Земля полна невероятных и удивительных мест, которые не может объяснить наука. Кто-то видит в этом появление инопланетян или потусторонних сил? Учёный же ломает головы над более рациональным объяснением? Иногда им это удаётся, но иногда Земля оставляет ответ при себе. С вами канал ФактОпс, и в этом выпуске я покажу вам 10 невозможных с научной точки зрения мест, которые существуют. Сонная деревня Калачи Это загадочное место находится в Казахстане, и с 2013 года местные жители стали жаловаться на сонливость, галлюцинации и потерю памяти. Мужчины и женщины всех возрастов засыпают при любых обстоятельствах – за рулём, во время ходьбы или на работе. Самое интересное здесь то, что жертвами странного сна становятся не только коренные жители села, но и приезжие. Учёные предположили, что эти симптомы могут быть связаны с радиационным отравлением, которое возникло из-за близости деревни к урановому руднику. Но результаты анализов показали, что в кровью у людей совсем нет следов радиации. Да и к тому же соседняя деревня расположена ещё ближе к руднику. Но там жители ничего не знают о подобных симптомах. Учёным так и не удалось найти объяснение этому феномену. А правительству Казахстана только и осталось, чтобы порекомендовать людям эвакуироваться. Озеро Шайтан На юге Уржумского района Кировской области России, 39 километрах от города Уржума, располагается озеро Шайтан. Озеро Шайтан со всех сторон окружено лесом. У этого озера есть уникальная особенность. По его поверхности древют острова, на которых растут кусты и небольшие деревья. Они достаточно плотные и устойчивые, и на их поверхности даже могут находиться люди. Помимо этого, над поверхностью озера возникают небольшие фонтаны, высотой до 10 метров. Наиболее распространённые – небольшие извержения в виде бурлящей воды. Это объясняется изогнутой циркуляцией подземных вод. Выбросы воды происходят достаточно редко, в основном при интенсивном беседнем таянии снега или после продолжительных дождей, и сопровождаются глухим шумом и эхом в окружающем озеро Листом Массиве. Остров Глаз На территории Аргентины, а именно в болочистой дельте реки Парана, протекающей неподалёку от Буэнос-Айреса, находится очень загорочный объект – плавающий круглый остров. Помимо его необычной формы, он вращается в болоте прямо посреди полыния. Он идеально круглый. Диаметр острова составляет 119 метров. Изучив архивы Google Maps, пользователи пришли к выводу, что остров существовал уже в 2003 году, в момент запуска сервиса. А снимки со спутника в разные периоды времени говорят о том, что остров вращается в окрусовой оси и меняет положение. Команда геологов уже провела несколько наземных экспедиций, чтобы изучить глаз, вооружившись специальным геологическим оборудованием. Однако, уфологи считают, что исследования проводить не нужно. Они и без них уже уверены, что остров – это крышка люка космического корабля или вход в секретную подводную базу инопланетян. А что думаете вы? Дарваза. На территории Туркмении тоже есть очень необычное место, а именно газовый кратер. Местные жители и туристы называют это место дверью в преисподнюю или вратами ада. Впрочем, в этом есть смысл. Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, а глубина – около 20 метров. В 1971 году возле поселения Дарваза в Туркминской ССР советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате бурения разведочной скважины геологи наткнулись на пустоту, в которую обвалились верхние слои грунта, а вместе с ними и буровая вышка со всем оборудованием и транспортом. К счастью, люди при этом инциденте не пострадали. Чтобы вредные для людей скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но они сильно ошибались. С 1971 года природный газ, который выходит из кратера, непрерывно горит днем и ночью. Но в ближайшее время власти Туркменистана планируют запечатать скважину, чтобы однопогубно не сказывалось на проживающих в этом месте и экологии в целом. Водопад наоборот На острове Суворой есть странный водопад, который течет не сверху вниз, а снизу вверх. Вода практически не долетает до земли, а поднимается обратно вверх. Остров Суворой входит в состав Варерских островов. Высота водопада 470 метров. Вода стремительно несется по отвесному склону морского утеса. Выглядит это очень странно и необычно. По мнению ученых, водопад наоборот образуется из-за того, что возле скал вращается спиральный столб воздуха, который движется подобно торнадо. Благодаря этому формируется воронка из ветра и воды, причем достаточно быстро. Поющий бархан Поющий бархан – это гора из песка длиной до 3 километров и высотой 150 метров. Поющий бархан знаменит тем, что в сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию звонкого органа. С бархана открывается красивый вид окружающей местности. На юге видна тонкая полоса реки Ильи. Фиолетовые горы, сагеты и багуты, за которыми выглядывают белыми вершинами хребты. С запада горизонт закрывается обрывистая сторона Большого Калкана, с востока Малого. Причиной звучания песка является трение песчинок при его движении, например, ветер или хождение по нему. Чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук. От слабого песка до мелодии органа и даже грохота издают звуки лишь сухая песчаная масса. Танцующий лес. На 37-м километре Куршкой косы в Калининградской области находится очень необычный участок хвойного леса. Почти все стволы сосен здесь изогнуты и наклонены. Данный лес был посажен в 1961 году для укрепления песков Куршкой косы. Есть много версий на этот счет. Кто-то указывает на особенности геомагнитных полей, кто-то на сильный ветер в разных направлениях, а кто-то повреждение молодых сосен гусеницами. Какая бы правда ни была, это место привлекает неконтролируемый наплыв туристов, что приводит к гибели деревьев. Ради фотографии туристы залезают на сосны, часто не выдерживающие их веса. При этом повреждают кору деревьев или же сдирают гю на память. Аль-Насла Неподалеку от столицы Саудовской Аравии находится загадочное скальное образование Аль-Насла. Булыжник достигает около 8 метров в ширину и 9 метров в высоту, но все не так просто. У камня есть одна особенность. Он как будто разрезан пополам лазером или чем-то другим, причем очень ровно. Хоть струнные камни не очень широкие, они не падают друг к другу, а остаются на месте. Помимо этого, на камне изображены наскальные рисунки, петроглифы. Как по мне, это очень загарочное место. Озеро Утренней Славы Если кратко, то это геодермальный источник, который находится в Йеллоустонском парке в США. Название получило благодаря своей форме в 1883 году. Водоем окрашен в разные цвета, которые в течение дня меняются несколько раз. Свет воды в озере обусловлен развитием огромного числа микроорганизмов. Периодически озеро извергалось как гейзер во время увеличения сейсмической активности в регионе. Но сейчас более всего на состояние озера влияет антропогенный фактор. Дыра Дьявола Дырой Дьявола называют провал в штате Невада, США. Это место представляет собой узкую пропасть без дна. Ведь ее глубину так и не удалось установить. Опустившись на 90 метров, ученые обнаружили подземный водоем, который уходит вглубь минимум на 230 метров. Исследовать провал дальше спелеологи не смогли. Камеры по непонятным причинам отключались. Возле пропасти и люди чувствуют себя плохо. Это объясняется выбросами метана, источник которых пока не определен. Но несмотря на все эти условия, подземное озеро является единственным местом в обитании редкой рыбы – карпозубика. Какое из этих мест вы бы хотели увидеть своими глазами? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok